Приступаем к последнему уроку нашего первого модуля, который касается подбора и организации работы ремонтной бригады. Поговорим непосредственно об организации работы ремонтной бригады. Первый наш шаг. Мы должны согласовать ответственность прямо в самом начале работы. Мы задаем вопросы бригадиру. Вы согласны за свой счет компенсировать впустую потраченные или пропавшие материалы? Вы согласны бесплатно за свой счет исправить все свои ошибки? Мы это должны четко проговорить в самом начале, чтобы потом исключить всякое увиливание. И возможно недобросовестный бригадир уже в этот момент, понимая всю серьезность положения, предпочитет уйти от нас, чем связываться. Следующий вопрос. Вы согласны нести гарантию за качество своей работы при любых обстоятельствах? Это тоже очень важный вопрос, который настраивает людей на серьезный лад. Последний вопрос. Назовите свои сроки окончания работы. Допустим, человек говорит, что я закончу штукатурку 1 ноября. Вы говорите, хорошо, давайте еще добавим 2-3 дня страховки на всякий случай. Вот вам такой 3 ноября. Это дедлайн. То есть последний срок. Если сроки окончания работ превысят этот срок, за каждый день просрочки мы будем удерживать с вас 3%. Таким образом, если будет 17 дней просрочки, вы теряете уже половину своего дохода. Если это будет больше 33 дней, значит, все, 100% дохода вы потеряли. Вы еще и остались должны. Почему мы взяли эти 3%? Ну, конечно, это та сумма, которая указана в законе о защите прав потребителей. И вы можете смело на нее ссылаться и говорить о том, что при официальной работе с заказчиком, с частным физическим лицом, именно такая ответственность предусмотрена за свои сроки исполнения своих обязательств. Если человек начинает здесь мандражировать, пытается уйти от ответственности, лучше вам с такой бригадой не связываться. А еще и предупредите их, что время исправления ошибок входит в общую продолжительность работы, чтобы они с первого раза делали все качественно. Правила работы. Когда мы начинаем работать, мы согласуем свои правила, устанавливаем свои, оглашаем свои условия работы. В ходе первой встречи расскажите о своих целях и методах контроля. Расскажите, что вы будете довести к выходной контроль. Также имеете право приезжать и вести оперативный контроль, чтобы не допустить косяков и брака, чтобы потом не тратить время и деньги на их исправление. Четко разделите сферы ответственности, зоны ответственности. Какая задача у бригады? Они должны получить схему, чертежи, изучить их. Если какие-то найдут ошибки, нестыковки, сразу должны указать на это заказчику или дизайнеру, который передал им чертеж. Далее работают четко по этому чертежу, опираются на развертки стен и так далее. Их задача очень простая. Сделать все четко по чертежам. Если какие-то вопросы, звонят дизайнеру или заказчику. Поэтому, таким образом, с помощью этих чертежей мы можем четко разделить зону ответственности. Если вы сделали все, как положено в чертежах, но мы получили «упс», значит виноват тот, кто делает чертежи. Но если мы получили «упс» и проблема в том, что ваша работа не соответствует чертежам, не соответствует техническому заданию, значит это ваша вина. Вы должны за свой счет, своими силами, в короткие сроки исправить все свои ошибки. Поэтому перед началом работы нужно обязательно изучить проект. Изучить чертежи, визуализацию, развертки. И тут же они должны задать все свои уточняющие вопросы. В ходе работы, если вдруг у них появляются какие-то сомнения, возможно они увидят какую-то нестыковку в чертежах, тоже их обязанность поднять трубку, позвонить и уточнить. Конечно, если они не позвонят и сделают то, что написано в чертежах, то никакой ответственности за ошибки на них уже не ложится. Это ответственность дизайнера, ошибка дизайнера. Поэтому ваша обязанность, как только вы являете какие-то ошибки в проекте, в чертежах, сразу внесите эти исправления в тот комплект чертежей, который есть у рабочих. Совет дизайнеру – не берите на себя лишнюю ответственность и постарайтесь защитить объект от глупых ошибок. Что это значит? Дизайнер не обязан делать исполнительные чертежи. Ни по электрике, ни по сантехнике, ни по вентиляции. Вообще ни почему. Все, что касается исполнительных чертежей, это делают специалисты. Либо это инженер-электрик, либо это теплотехники, либо это сантехники, либо это архитектурное бюро. Задача дизайнера – сделать проект в целом. То есть художественное воплощение. Отразить в этом проекте свою художественную идею. А если возникла необходимость сделать проект, это уже задача проектной организации, проектного бюро, которые имеют соответствующие допуски с РО. Управляющий проектом – это может быть либо дизайнер, который взял на себя ответственность, либо это заказчик, который контролирует своих рабочих. Управляющий проектом утверждает правила поведения настройки. Важный момент – вы должны прикрепить на объекте контакты дизайнера, контакты хозяина, заказчика, контакты диспетчера ЖЭО, управляющей компании, всех сантехников, электрика, консьержа и службы, которые отвечают за ремонт лифта. Сантехники у нас бывают дежурные, один меняет другого. Если вдруг случился порыв трубы, вы должны оперативно с ним связаться и закрыть эту течь. Консьержка в подъезда знает все горячие линии, все контакты. Если что, она поможет вам в критической ситуации. Ремонт лифта – понятно, да? Вдруг вы вывозили строительный мусор или завозили какие-то строительные материалы, лифт застрял, нужно оперативно вызволить рабочих. Правила нахождения на объекте. Кроме контактов, вы должны сохранить на объекте правила нахождения, то есть распечатать специальный источник. Там описаны все правила нахождения на объекте, правила поведения на объекте. И в конце там указаны все контакты. Прикрепить этот листочек лучше всего на окне, потому что окно не штукатурит, его закрыли пленочкой, оно так и будет до конца ремонта в таком состоянии. На этом же окне мы укрепляем схемы. Если у нас есть скрытая проводка, особенно если у нас есть скрытые трубы, в полу, в стенах, есть риск, что мастера, которые не в курсе, могут их пробить, прикрепляя дюбеля или еще какие-то там, проводя работы в стене, обязательно нарисуйте с размерами схему, где расположены ваши коммуникации с привязкой к ближайшему углу, к потолку, к стенам, чтобы было сразу видно, где это что расположено. Тогда вы себя подстрахуете от аварии, от ЧП. И каждый новичок, который приходит на объект, должен знакомиться с этим листочком. Что мы перечисляем в правилах? На объекте не курим, если нужно покурить, выходим на улицу. В окончании рабочего дня выделяем 15 минут на уборку, нужно собрать весь строительный мусор, помыть инструменты и убрать их на место. Каждый вечер проверяем, сколько осталось материалов и заказываем при необходимости на завтрашний день. Расходные материалы должны быть всегда. Но лучше всего, если есть четкий график, один раз в неделю человек, который за это ответственный, привозит расходные строительные материалы, чтобы не пришлось тратить время на то, чтобы каждый день докупать что-то по мелочи. Приверяем количество материала сразу же по прибытии. Бывают такие ситуации, что приехали, привезли плитку дорогую, керамогранит, привезли ее заранее, через месяц приступают к укладке, выясняется, что в нижней коробке плитка разбита и еще не хватает целой коробки. Кто виноват? Ну, конечно, рабочие, которые вовремя, еще в момент приемки, не приняли товар по количеству и качеству. Их нужно об этом предупредить. Значит, должен быть всегда на объекте старший, который отвечает за все вопросы, в том числе за приемку материалов. Перед началом работ в каждой комнате нужно внимательно изучить визуализацию, чертежи, развертки стен, чтобы потом не ошибиться. К сожалению, в моей практике часто бывало, так что рабочие звонят, мастера спрашивают, что нужно сделать, как нужно это или то сделать. Я беру их за руку, привожу, показываю в очередной раз чертеж, я говорю, посмотри, здесь же все написано. Что еще непонятного? Если мы вдруг видим ошибку в проекте, сомневаемся, что делать, сколько отмерять, нужно всегда спрашивать у дизайнера. Если какая-то есть двусмысленность, если можно одну и ту же задачу выполнить двумя способами, приучите своих рабочих, чтобы они звонили дизайнеру. Чтобы они делали так, как привыкли, или так, как проще. Пусть лучше уточняют, иначе придется переделывать. Потерянное доверие, потерянная работа. Делаем все качественно с первого раза. Избегаем травматизма. Никаких посторонних на объекте. Это тоже с этим должно быть строго. Это как режимный объект. Бережем конструктивные части, то есть это окна, подоконники. Бережем поверхности, которые уже покрыты финишным слоем. Допустим, покрашенные стены, пол, на котором лежит паркетная доска. Укрываем их плотным материалом, закрываем при необходимости углы, чтобы их не снесли, и так далее. Также бережем, конечно, финишные отделочные материалы. То есть, не разбрасываем их по комнате, укладываем аккуратно в одном месте, защищаем их от порчи, от повреждения, или от того, чтобы они испачкаются. Уходя, нужно отключать электричество и воду. Это тоже важно. Убедитесь, что краны исправные, что когда вы закрываете вентиль на объекте, там вода не капает, его не может сорвать. Отношения. Очень важно выстраивать позитивные, конструктивные отношения со всем коллективом. Если вы приходите конкурировать, контролировать хоть работ, вы должны знать по имени не только руководителей, бригадир, вы должны знать всех мастеров по именам. Вы должны всегда их выслушивать и при необходимости не стесняйтесь с ними советоваться, потому что они должны быть профессионалы, они должны знать больше вас в своей области. Если вы хотите быть лидером, настоящим руководителем для них, вы должны давать обратную связь. должны их при необходимости покритиковать. Всегда пользуйтесь возможностью их похвалить, им это приятно. Человек, который дает обратную связь исполнителю, он уже в его глазах становится руководителем, потому что когда мы росли, нам первую рабочую связь, нам первую обратную связь давал кто? Наши родители, мама, папа. Вот так вот мы вырастаем, мы работаем в коллективе, обратную связь нам чаще всего дает наш руководитель. Если вы хотите дать критическую обратную связь, пользуйтесь методом бутерброда. Для того, чтобы человек конструктивно воспринял критику, сначала мы ему даем какой-то плюс, потом минус, потом опять плюс. Вот в этом есть бутерброд. И таким образом, получая горькую пилюлю в этом сладком слое человек стремится исправиться. А если он будет выслушивать от вас только критику, только порицание, только упреки, тогда он в конечном итоге закроется и перестанет вас нормально воспринимать. Соблюдайте иерархию бригаде. Если есть бригадир, значит не надо в обход его головы критиковать его подчиненных. Лучше это все делать через руководителя, то есть соблюдать субординацию, не ронять авторитет бригадира, не провоцировать конфликтов. Задачи все, если вы хотите гарантию, чтобы они были выполнены, они должны быть зафиксированы письменно и человек, исполнитель должен расписаться, что да, я с этой задачей согласен, я ее исправлю, должен стоять точный срок. Об этом мы чуть-чуть поподробнее расскажем в следующем слайде. А, да, еще. И когда мы ставим задачу в журнале, если дизайнер поставил четкую задачу в журнале и бригадир расписался за ее исполнение, значит дизайнер свою обязанность выполнил, и если эта задача не будет выполнена, виноват уже перед заказчиком будет не дизайнер, а бригадир, который расписался в получении задания, но его не выполнил вовремя. Что собой представляет журнал задания? Это должна быть табличная форма, где будет указана дата задания, суть задания и дата его выполнения и, соответственно, графа, где исполнитель должен расписаться. Нужно обращать внимание в этом журнале на особо важные вещи, нужно указывать те вещи, которые уже надо указывать те вещи, где мы имеем запоздание по срокам, где это может привести к авралу, нужно делать какие-то корректирующие задания по ходу выполнения отделочных работ. И есть особый формат постановки правильных задач. Формат по-русски мы его назвали постановка задач по принципу водки. Эта идея не моя, но мне она очень понравилась, поэтому я ее вам привожу. То есть водки это аббревиатура. Задача должна быть важная, актуальная, должна быть она ограничена по времени, должна быть она достижимая и напряженная, должна быть она предельно конкретная, однозначная и измеряемая. Приведу вам пример задачи, которая соответствует этим критериям. Задача выровнять стены под обои вот в этих трех спальнях до 15 ноября эта задача будет соответствовать всем нашим критериям. Во-первых, она важная, во-вторых, ограниченная во времени до 15 ноября, в-третьих, достижимая и напряженная, в-четвертых, конкретная, то есть мы указали, какие комнаты, вот эти спальни, и измеряемая. Вот эти три конкретные спальни. Если из трех спален будет только две отштукатуренные, выровненные стены, значит задача будет выполнена на 66%. Если три из трех, значит на 100%. потренируйтесь ставить правильные задачи, для того, чтобы вас четко понимали, для того, чтобы это не стало поводом для ухода от ответственности. Какая должна быть регулярность посещения объекта в ходе ремонта? В начале ремонта на этапе черновых и получасовых работ достаточно объект посещать один-три раза в неделю. Визит занимать должен минут 15-20, больше нет смысла переливать из пустого в порожнее, также вы таким образом отвлекаете рабочих от их непосредственных занятий. Пришли, поставили задачу, оценили выполнение предыдущих задач, поехали дальше. На этапе финишных работ мы уже появляемся на объекте по мере необходимости и иногда приходится появляться гораздо чаще, чем один раз в неделю. Допустим, рабочие наносят декоративное покрытие, там очень важно какого тона он будет, насколько будет соответствовать по цвету, насколько он будет гармонировать с окружающей обстановкой. Приклейка обоев тоже самое, покраска, важно как это все будет выглядеть в натуре, потому что может так получиться, что цвет мы подобрали, вроде бы все хорошо, покрасили всю стену, не подходит. Здесь очень важно вовремя приехать и оценить. Выкрасили они один участок, приезжаем, смотрим. Начали укладывать мозаику, также приезжаем, смотрим, как это выглядит. Здесь должен этот оценивать человек со вкусом, либо это дизайнер, либо это непосредственно заказчик. Субтитры сделал DimaTorzok